Российский союз пекарей призывает ввести запрет на возврат магазинам нереализованного хлеба и выпечки. Это позволит сэкономить до 3 миллионов тонн качественного зерна. Пока же потери отрасли составляют десятки миллиардов рублей, а тысячи буханок попросту выбрасывают на свалку. Денис Давыдов выяснял, откуда такая неслыханная щедрость и почему хлебу не находят более достойного применения. Хлеб, мусор. На свалке тысячи буханок в заводской упаковке. Фотографии из Волгограда. В интернете полно аналогичных шокирующих примеров. Батоны свалены в яму в Петербурге, городе, пережившем блокаду. Вот булки белого выброшены в снег под Ростовом-на-Дону. Ещё Рязань, Ярославль. Хлеб, который не смогли вовремя продать. Мы попытались узнать у представителей федеральных торговых сетей, что в их магазинах делают с остатками привезённой выпечки. К сожалению, сейчас вам не смогу прокомментировать, как это происходит точно. У нас просто спикер официально, она не сможет подъехать сегодня, а из сотрудников никто не сможет прокомментировать просто. По факту магазины заказывают у пекарей больше продукции, чем могут реализовать. Удивительно, но никаких убытков продавцы не несут. Закон о торговле на их стороне. Он обязывает производителей хлебобулочных изделий принимать обратно на завод непроданные булки и батоны. Вот купили лишнего кефира или колбасы, неделька прошла, пришли в магазин и говорят, давайте договоримся, заберите всё назад и денежку мне отдайте. Такого же не происходит. И, наверное, любой покупатель в такой ситуации показался бы странным. Когда мы видим в Волгограде огромные свалки хлеба. Это преступление. Депутатов Госдумы пригласили на заседание Российского союза пекарей. Там озвучили цифру в 3 миллиона тонн ежегодно. Именно столько хлебобулочных изделий значатся, как нереализованные. Излишков на 60 миллиардов рублей. Производители призывают торговые сети оптимизировать заказы. По Владимирской области ежесуточно возвращается 56 тонн хлеба непроданного. Это высококачественный продукт, он возвращается в сроках годности. Но это именно проблема автоматизированного заказа торговых сетей. Магазины сегодня заказывают больше, чем необходимо для того, чтобы обеспечить потребность населения в продуктах питания. Одни предприятия, продукцию возвращенную магазинами, перерабатывают в сухари. Другие договариваются с фермерами и продают на корм животным. А кто-то не утруждает себя и просто выбрасывает хлеб тоннами. Возмущенные интернет-пользователи предлагают и производителям, и продавцам хлеба обратиться к зарубежному опыту. В целом, ряде стран продукты, у которых вот-вот закончится срок годности, не отправляют на свалку. Их бесплатно отдают нуждающимся. Свалки с хлебом исчезнут, как только будут приняты поправки в закон о торговле. Госдума собирается рассмотреть их в этом году. Денис Давыдов, Диана Джамилёва и Максим Щепилов. Вести.